Есть эфир. Теперь мне пишут, что я проверяю соединение. Всем привет! Меня зовут Вера Шестобитова. Я думаю, что как я выгляжу будет не всем принципиально, если вы будете видеть вот это богатство. Так что решила, что будем сразу не менять камеру на лицо, потому что намного интереснее видеть, что мы сегодня будем делать, нежели чем просто со мной поразговаривать. Так что вот так вот. Ну это еще, честно говоря, даже не все, но то, что вот входит. И тут могу вам показать. Вот так вот. Класс, да? Сама еще не нарадуюсь. Так что если есть какие-то вопросы, пишите. Будем отвечать. Ну и параллельно я буду рассказывать. Привет. Жень, привет. Так, я Вера Шестобитова. Сто присоединяется. Так, тут можно кинуть как визитную карточку, чтобы более или менее было ассоциативный ряд какой-то сработал с художником. Так, ну все. Всем все слышно, всем все видно. Свет, привет. Так, привет. Так, ну что, давайте начинать. Буду вам рассказывать про скетч-маркер чернила. Так, они ко мне приехали. Да, вот такие красивенькие, упакованные. Так, смотрите, я сразу вам хочу заметить. Здесь такой прикольный гадж, что мне так понравилось. Даже не гадж, как правильно сказать. Упаковка. Удобная упаковка, да, что есть отверстие, и сразу видно. Получается, для магазина все легко удобно, да, а нам удобнее, что это надпись, что где-то не тут изображено, да. И сразу, если поставить в магазине, там сразу видно, где это и вот останется на коробочке, да. И, к сожалению, пока здесь еще с колпачком нету надписи, но, может, это и хорошо, потому что здесь тогда все, все с кучей, все сразу. И на колпачках все-таки, когда, я думаю, будет все не стираться, и все будет, все, и там появится. Ну, со временем. А мне нравится, что коробочка сразу такая универсальная. Ну вот, это про коробочку, но это ерунда. Намного важнее, что там внутри есть много-много большой объем чернил, и что этого хватит на кучу сразу заправок. Там порядка 13-14 заправок, и в зависимости, насколько мы будем заправлять маркер, и как это правильно делать, мы сейчас вам будем рассказывать, показывать. Так, еще сразу вам гаджет покажу, которым удобно пользоваться. К сожалению, вот немножко здесь я замешкалась, вы их что-то поэфируете, и пыталась найти Нибблер. Это такие прищепочки, ну, как бы, такие щипчики специальные, которые для удобства, чтобы вытаскивать перо. Придумали, да? И я вот его положила, не могу найти. Поэтому будем без него. Ну, это как бы вот тоже такой был гаджет, который я хотела показать. И вот такая еще штука у меня есть. Это уж совсем для продвинутых пользователей. Это что такое? Это химические весы. Так, вот. Вот так вот они включаются. И здесь можно взвесить пустой маркер. Вот. Это 7 вот они. И можно взвесить полный. Я не знаю, который у меня не изрисованный, но, по крайней мере, для сравнения даже, да? Что... Вот. И в пустом маркере... Так, здесь получается 2,7. Ну, там плюс-минус... Ой. Изрисованный все-таки, видимо. В общем, должно быть... То есть, порядка... В общем, еще на стол надо ставить, ребят, если честно. Не на это... Не на мягкое. Вот. Взвешивать маркер можно пустой, можно наполненный, и смотреть по наполненности, да? Вообще, от производителя идет объем чернил, который в маркере порядка 2,5 мл. Получается, здесь у нас 20 с вами, да? Вот здесь отмечено, что здесь 20. Есть деление удобное, которое можно отмечать. Хочется сразу отметить... Так, ну, я надеюсь, что сейчас это все не выбулькнется. Что появилась удобная прокладочка. Вот это вот. Так, сейчас. Так будет, что она выльется. Прямо это. Так. Как минимум я уберу рисунок подальше. Так. Удобная прокладочка, вот эта вот черненькая, да? Вот благодаря ней, ей это такое нововведение, а теперь не будет протечек. Потому что в первой партии, которые были чернила, и которые все долго ждут, были протечки. Они, конечно, не всегда, но это мало что приятно. Во-первых, мог приехать. Могли раньше приехать чернила, да? Уже немножко убегут, так скажем, не внутри, а снаружи. И плюс ко всему, кстати, прокладкой более... Сколько стоят чернила? Это к магазинам. Я думаю... Я сегодня не продаю чернила, я о них рассказываю. Да? И, смотрите, это благодаря этой прокладочке, у нас получается более плотное закрывание, и не будет и испарений лишних. Это тоже немаловажно. В самом деле при хранении, потому что маркер мы должны плотно закрывать, чтобы он не высыхал, да? Это обязательно условие при правильном хранении, где бы там ни было вертикально, горизонтально. А вот для чернил, да, что тоже они так же могли не испаряться, если не плотная. Так что, поэтому здесь очень плотно закрывается сам колпачок, и внутри вот это... Благодаря этой прокладочке теперь не будет протечек. По-моему, супер. Вот. Так, ну, смотрите. Получается, цвет у нас обозначения, нумерация, да? Ну, сайт, понятно. И здесь идет градация, сколько там у нас внутри. Так, теперь смотрите, что еще есть у нас. Вот что у нас интересно. У нас есть такой маркер, как пустой, empty. Что это обозначает? Что реально он абсолютно пустой. Там нет никакой заправки. Он сухой, и зачем он нужен? Есть какие-то варианты? Кто-то уже пользовался пустыми маркерами. Может, других производителей рассказывать. Может быть, что-то новое и для меня будет. Потому что я сюда смотрю, учусь. И что, как это заправляется? Один из вариантов – это шприц, но это как бы такой десертный. Миксануть, правильно. Правильный ответ в студии. Правильно, миксануть. Это когда мы хотим сделать собственную палитру маркеров. Когда у нас есть ограниченная палитра, к примеру, да? И у нас есть темно-розовый, насыщенно-розовый, допустим, светло-розовый, да? Или это есть бот-блендер-заправка. И мы хотим сделать свой оттенок. Вот благодаря этому мы можем делать какие-то оттеночные варианты. Хоть черный с желтым мешать будет какой-то непонятный болотный цвет, да? Здесь уже такой более художественный цвет. Конечно же, намешивается легко. Единственный нюанс – то, что нужно предусмотреть, где его мешать. Потому что если, да, правильно, создавать новые оттенки – это очень здорово. Согласитесь, это прям творчество. Это такой вариант. Особенно если мы хотим какой-то, допустим, вот часто встречается оттенок голубой, да? И который имеет чуть-чуть такую фиолетовую нотку, да? Вот эту фиолетовую нотку как раз легко ввести самостоятельно, если у вас прям не терпешь. Ну, это лично мой опыт, да? И у меня такой маркер где-то лежит. У меня их много, поэтому я немножко как бы не зацикливаюсь. Где-то по нему он был нужен, я его выкрасила. Практически там какие-то остатки оставались, и я его положила до лучших времен благополучно. Вот, поэтому вот empty маркер. Нужно продумать, где хранить остатки чернил, да? Потому что если мы смешали, мы с точностью так же, опять же, удобно воспользоваться шприцом. Это может быть просто стаканчик пластиковый. Не стоит смешивать маркер в посуде керамической такой, который вы будете есть. Все-таки заведите отдельное приспособление. Шприцом пользоваться можно, если вы хотите туда внутрь вогнать, да? Но для этого нужно все-таки вытаскивать перья. Перо вытащить несложно. Если оно чистое, то это еще и, ну, сами понимаете, никто не уляпался, да? Если туда загонять шприцом, это не совсем удобно, да? Это только если вот как раз это удобно, если мы смешали цвет, да? Чтобы вот целиком как бы аккуратно из стаканчика, да? Каким образом его залить, да? Не переливать же там и... Ну, понятно. То вот как раз для этого шприц. Если это именно на миксованный цвет. А вообще, смотрите, здесь так продумана система, что у нас одного диаметра. И это так. Можно вариант А. Так, я немножко как бы побаиваюсь, потому что не хочется здесь все заляпать, и тем более, что я достаточно так все это на весу делаю. Ну, если что-то где-то заляпаю, вы меня простите, ладно? Так, смотрите, получается, мы засекаем, сколько у нас здесь... О, все разболтало. Сейчас, конечно, там по всему. Надо же, когда он стоит долго, то здесь вот этот... Все капельки стекают, и более четко видно градацию. Сейчас я наболтала, теперь он со всех сторон. В общем, 2 миллиметра. Вот, оно и есть. Вот, смотрите, наш цвет. Пошел бумага маркерная. Сейчас будем экспериментировать ее на промыкаемость. Промыкаемость как раз еще заодно, параллельно. Вот. В общем, в общем, фишка. Давайте, чтобы как бы не тратить ни ваше, ни мое время на вот эти вот... Не будем бояться. Так, 2 миллилитра. Вот, видите, получается, по диаметру оно попадает, да? И туда чуть-чуть. Лучше не долить, чем перелить, сразу скажу. Чуть-чуть наполняемость, да? Вот. Угу, выливается. Так, смотрите, и я сейчас... Так, уже порядка вот одного есть. Так, почти 2. И ему нужно дать время пропитаться. Обязательно. Если не долили, опять же, здесь мне помогает личное взвешивание. Я уже давно завела весы. Кто пропустил вот такими... Такого плана. Химические весы. Они до... Вот видите, как бы здесь немножко так смешно это смотрится, потому что у него что-то он там свое взвешивает. Нажалось параллельно. Они до, получается, сотой грамма. Но единственное, что нужно четко ставить, чтобы он не на этом стоял, не на... А, ну да. Вот что значит нервы. Крышечку сидеть не разобыл. Смешная. Так, получается, у него взвешивание нужно обнулить, опять же, да, и взвешивать до миллилитров. Мы взвешивали пустой. И пока не будет полный. Опять же, и нужно подождать, пока пропитается. Если боитесь, что перельете, пользуйтесь шприцом. Ничего страшного в этом нет. Единственное, что аккуратно, да. Все равно не надо втыкать шприцы. Да, эфир сохранил. Не надо шприц втыкать никуда, в перо. Пожалуйста, вытащите перо. Есть специальный нибблер. Если бы я его вам показала. Видите, вот пропитывается. Ну, надо время полежать. И шприц можно использовать. Только вот тоже, опять же, если не вгонять туда по самому, я не хочу. А просто, чтобы не заляпаться себе, да. И потихонечку спустить, под маленьким давлением спускать. Не сразу, чтобы краска во все стороны брызнула. Вот. Здесь скорость не нужна. Здесь нужно просто аккуратность. Ну, и чтобы поменьше всяких таких брызг было и капель. Так. Ну, и вот возвращаю мою заправленную уже. Вот. И так, что? Ну, и пустой маркер. Все-таки я какой-то сейчас вот намешала. Не оставлю я вот таким. Вот. Что еще? Так, жду чернила с августа. Никак не поступят. Когда? В Украине они уже есть. В России они на подъезде. Насколько я понимаю. Как мне сказали перед эфиром вам всем рассказывать. В честь чего эфир? Что происходит? У нас чернила. Приехали чернила в больших количествах. И везде они сейчас появятся в магазинах. И все-все будет у вас. Все. Все, кто ждут, все-все дождались. Все молодцы. Так. Вот. Вера, как обычно, немножечко где-то здесь такого играет у меня. Так. Ну, что. Вот. Рассказала. Так. Деление есть. Первый вариант получается вытащить перо. Если нужна полная заправка. Опять же, смотрите. До конца, если мы рисуем, да, у нас маркер полупустой, полусухой. Так, сейчас я попробую найти, где я откладывала. У меня такие слабопишущие уже. Правда, здесь свет такой светлый, как бы, я не знаю, вам вряд ли будет видно, что хуже или лучше он. Если даже я наведу сейчас заправку, нужна у меня оттенка, да. В чем фишка? Что даже если они пишут и начинают полосить, то это маркер означает то, что его нужно направлять на 2,5 мл. Да, что это не обозначает то, что он абсолютно сухой внутри, да. Все равно там какой-то полмиллилитра, даже может быть миллилитр, он все равно чернил внутри сидит, вот, нашей спиртовой, этой пропиточки, да. Он просто более распределился, и, соответственно, ему достаточно тяжело быстро уже подаваться на перо. Поэтому если маркер полежит, он еще пишет, да. Если пописал, как бы оно вытянулось с края, и он опять, ему нужно, получается, на перо подкатиться, да, вот это время. Но это означает то, что там что-то есть. Поэтому такой маркер заправлять на 2,5 мл не надо. Заправка маркера должна производиться где-то на полтора миллилитра. А потом уже смотрите. И в конце концов, никто не, ну, начиная чуть-чуть, как бы чувствуете, что чуть-чуть суше, чем бы вам хотелось, долейте еще лучше, да. И не забывайте, что нужно, опять же, пропитаться. Даже если мы залили, да, с одного края, ему достаточно, ну, время хотя бы ночи полежать надо, чтобы краска равномерно распределилась на весь тюбик внутренний вот этот вот. Поэтому, видите, как бы я вот залила, и она постепенно-постепенно доходит сама до... до пера. Так, ну, это, получается, вот один вариант, да. Получается, два варианта, я вам рассказала. При смешении для пустого маркера, если мы хоть намешали свой оттенок, нам всех удобнее это делать пластиковым стаканчиком. Я все-таки вас призываю не пользоваться той посудой, в которой мы для еды, да, заведите какие-то там пластиковые, одноразовую посуду. Лучше это химия и химия. Вот, аккуратно. И потом еще воспользоваться, если это в стаканчике, удобно будет шприцом, да. Если у нас просто заправляется маркер, который уже подспасов, то вариант А мы вытаскиваем и подкапываем, да, смотрим, что у нас, сколько заправки. Мы перевернули, здесь также эти деления видно хорошо, и постепенно как бы заправили. Для идеала можно воспользоваться весами, если у вас большая коллекция, и вы планируете еще долго с маркерами общаться, как бы весы стоят копеечно, и химические весы, я думаю, они могут понадобиться, если вы хотите экономить на заправке, да, как бы, чтобы не переливать. Чем, опять же, что когда переливаем маркер, да, чем это грозит, что он будет подавать больше, чем надо чернил, они им негде там, да, получается, они распределились, и им все равно нужно место для комфорта, так скажем, да, больше, если заправили, даже до полмиллилитра, их надо бы все равно на ту же бумагу выписать. Они будут подаваться в большем количестве, такой, будет полубегущий маркер, может даже капать, если сильно перелили. Поэтому таким маркером, то, что мы перелили, оно фактически нам надо будет выписать где-то на черновиках, и поэтому это не совсем будет корректная заправка, и это будет просто, ну, потеря этих чернил. Понятно, да, про что речь? Что, ну, лучше меньше, чем больше, вот, я про что. И, опять же, да, не получилось, как бы, заправить сразу целиком, как бы, да, чувствуете, что еще суховат, он еще вот, еще пропитывается. Вот, основная заправка, которая самая простая, и тоже допустимая, и ничего страшного в этом нет, через долото, не через браш, через долото, получается, так, чтобы всем видно было, так вот, через долото просто мы капаем, и вот туда сбегает. Видно? Так, как он сфокусируется? Наверное, так, да, сфокусируется лучше. Вот, видите, просто я капаю, он прекрасно впитывается, и ему тоже так же надо будет постоять. Это самая простая заправка, на мой взгляд, и самая рабочая. Единственное, что, да, что, ну, надо будет смотреть, чтобы не перелить, что постоянно ждать, пока он сбежал по коробочке. Ну, здесь темный достаточно чернило, там внутри темновато, да, поярче, там чуть проще. Вот, и смотри, чтобы не перелить. Ну, опять же, мне помогают весы, чтобы не было лишнего, да, ну, не тратить на черновики. Вот, и все, и вот, и достаточно быстро все это впитывает сюда, убегает капелька, без проблем абсолютно. Ну, и опять же, да, это не означает то, что этот маркер готов сейчас к работе, как ему и желательно, ребята, как бы не торопиться, да, и дать время полежать. Все, положили, он замечательно на себе лежит, впитывается, пропитывается. В идеале это одна ночь, ну, по моим ощущениям, чтобы никуда не бежать, и он готов к работе. Если времени нет совсем, туда можно сейчас, но опять же, что он здесь может быть чуть больше, с одной стороны, да, пропитка до конца не ушла, и поэтому будет непонятно, насколько, как бы, хватило этой заправки, да, или он, сейчас мы всю то, что закапали, она, мы ее без расхода берем, а она опять пустая, да, потому что она не распределилась, мы ее сразу зарисовали, и еще не факт, что она не будет подбегать. Вот для этого нужно подождать, и для этого как раз нужна вот заправка с ожиданием таким. Так, ну, вот, в общем-то, и все. Рассказала про сам тюбик, да, что появилось вот этот уплотняющий, почему, как бы все долго ждали, ну уж, извините, но это лучше за качество, и скетчмаркер старается сделать качественный продукт, и если пришла без резиночки, вот первая партия, да, и я считаю, что это очень хорошее нововведение, что уплотнитель вот этот, и что не будет подбегающий, ну, согласитесь, кого, мы хотим получить качественный товар. Все, все рисующие хотят, чтобы половинка не убежала, пока-то вас доехала. Вот, резиночка появилась, я о ней рассказала, сделала на ней акцент, рассказала, как заправить новый маркер, смешать для Empty, что такое Empty, это для засмешивания новых оттенков. Как оттенок смешать, здесь вы сами художники абсолютно, если у вас есть блендер, то это как раз тот универсальный для самых светлых вариантов, да, в блендер, я имею в виду заправка для блендера, что можно добавлять какие-то более яркие оттенки, это будут самые-самые светлые, здесь можно оттенки кожи сочинять, и невозможно прозрачный розовый, невозможно прозрачный сиреневый, который, допустим, для ботаники часто используют, и мне кажется, что это очень сильно обогащает и прекрасно дополняет любую палитру профессионалов. Так, что еще, так, про пустой рассказала, как его заправлять рассказала, в стаканчике, хорошо поможет, просто стаканчик, чтобы не мучиться, если не забрызгаться, обычный шприц, вытаскивать перо обязательно при заправке с шприцом, в перья ничего, пожалуйста, не втыкать. Если заправляется просто маркер, то вариант А тоже так же с шприцом, ну это как бы для замороченных, я бы сказала, вот так, да, или это просто, чтобы не отсматривать, сколько там у нас сбегает, да, чтобы именно не пропустить вот этот вариант. Я заправляю с весами, я уж по кругу пошла, потому что вижу, что народ обновляется, как бы на прямой эфир, кто-то уходит, кто-то приходит, поэтому, чтобы и в эфире кто-то что-то услышал, и нам уж потом кто-то что-то просматривать будет уже, не пропустить еще раз какую-то информацию. Так, ну что, какие-то вопросы, если есть, расскажу, если нет, то на этом, в принципе, вот она и вся заправка. Вот, пустой маркер мы заправили. Как перо вытаскивать, специальный инструмент, увидим, в следующий раз придется показывать, что, извините, я его не нашла для эфира. Очень меня скетч-маркер пругает за это, ну, что поделаешь. Так, пустой рассказала, как заправляется, что перо можно вытащить, и туда идеально подходит пипеточка, вот этот, по диаметру, и можно прям туда вставить и нажать, и чуть-чуть, только не сильно. Сколько метров надо на одну заправку? Почему маркеры? Что за вопрос? Сейчас разберемся, все по порядку. Так, сколько метров надо на одну заправку? Смотрите, если у вас пустой, empty, то в идеале 2,5 мл. Это максимум. Лучше чуть меньше, чтобы он не подбегал, да, и этого достаточно. И если у вас при смешении осталась заправка, то лучше заранее подумать, куда ее герметично упаковать. Это должен быть или такая же пустая, да, уже тюбик пустой, вот это можно снять. Пипеточка, она снимается, и тогда можешь так же шприцом туда ее обратно перелить. Ну, как вариант, для хранения такого какого-то сложного оттенка. Если это просто заправка маркера, который подсох, то лучше начинать с одного, с полтора мл, как бы, потому что внутри может какая-то уже быть, может внутри уже какое-то быть количество маркера, он не до конца, скорее всего, и списан. Если перезаправить, то будет подбегать. Поэтому тоже, ну, не совсем правильно, как бы, переливать. Лучше чуть-чуть не долить. И в следующий раз просто заправить чуть на неделю раньше, условно говоря, там на несколько дней раньше, нежели чем перелить. И все, которые, количество спирта перельется, он просто окажется на бумаге выкрашенный, потому что будет вам мешать при работе. Заправки на все цвета есть, на всю палитру скетчмаркера. Мне пришла не вся палитра, поэтому здесь лучше уточнять у магазинов будет, да, сколько оттенков. Вообще производитель делает на всю палитру маркеров. Конкретно у меня заправки не продаются, это лично мое, мое богатство на долгие года. Так, мне, я как тестировщик прохожу у магазинов, ой, у магазинов, у производителя скетчмаркера, поэтому я тестирую продукцию, и, ну, здесь выступаю не как продавец абсолютно, а именно как показать качество продукции и показать, как правильно пользоваться. Вот. Еще вопросы. Почему маркеры? Вот этот вопрос мне очень интересен. Почему маркеры? Потому что они прекрасны. Не знаю даже, как на него ответить. Так, ну вот, все-все-все вопросы я вроде рассказала, сейчас технические. Как заправить, чем заправить, сколько заправить, почему так или почему вот этот. Заправляется через долото, не через браш. Браш желательно не вытаскивать, почему, тоже расскажу. У браш, практически у любого маркера вообще браш-наконечник, он составной, он не единый такой пластинный идет, он внутри более сложный по своей системе. Да, они великолепные. Спасибо. И вот этот браш-наконечник, он составной, его легко сломать, снять верхнюю часть, а внутреннюю такой более, скажем, остренький, более жесткий наконечник, который придает как раз гибкость маркеру, да. А внешняя часть, она дает равномерную пропитку. Понятно, да? И вот эта составная часть, ее можно сломать. Поэтому нежелательно вообще его вытаскивать. Только если он пришел в негодность, и вы меняете на новый. Ну, это тоже такой технический нюанс. Сменные перья есть. У меня есть. Давайте уточним у производителя, потому что я сегодня не готовилась к вопросу про перья, и я знаю, что они были. Они были у меня на тестировании, проходили, и там есть перо браш, перо сменное долото, и тонкое точно есть. Появились ли новые перья, или это в наборах, или как они продаются, и цена, я, к сожалению, не могу в них сориентировать. На тест они приходили. Новые перья полностью приходили. Да, отдельной упаковочкой. Такой маленькой, симпатичненькой. Написан скетчмаркер. Так, что еще? Также через пулю тоже не советую менять, потому что, опять же, почему? Потому что тоненькое отверстие, неудобно, и не совсем видно, как далеко, и капать на пулю тоже не покапаешь. Поэтому самый удобный вид заправки, самый удобный вид заправки, это через долото. Просто капаем. Самый простой вариант. Опять же, да, смотрите, если есть весы, то упрощается, не перекапать. Один грамм получается, да. Вот. Вешали до. Засекли. Покапали. Вешали. Этот грамм появился. Ну, я на полтора обычно заправляю, потому что перелить не хочу, а лишний раз заправить не проблема, если начинает сохнуть. Ну, в смысле, не сохнуть, а более сухо рисовать. Вот так, некомфортно становится. Что еще? Ну, все. Так, покапали, взвешали. Если не взвешивается, не капается, то вытащили, направили, залили. Ну, вот, в общем, уже по третьему кругу пошла. Все, уже не знаю даже, что еще рассказать. Отвечаю на вопросы не про продажу, не про сколько стоит. Технические, пожалуйста, вопросы в студию. Смешиваются чернила все между собой, можно хоть их 8 смешать. Вопрос, что мы из этого получим, абсолютно непредсказуемо. Поэтому смешивать по чуть-чуть. Вот, говорят, что вот на арт-маркере уже продаются. Замечательно. Арт-маркер обычно, да, один из самых первых получает. Вот, так, что еще? По моему опыту могу сказать, что самая основная – это блендер-заправка, потому что она дает самые светлые смешивать, если вы пользуетесь светлыми. Если вам какого-то цвета не хватает по, допустим, для палитры, у вас есть ярко-розовый и нежно-розовый, да, вот этот промежуточный оттенок как раз удобно, вот, по-моему, ага, сейчас, сейчас, еще вопрос. Как раз удобно, если есть два оттенка и не хватает промежуточного, допустим, ну, вот опять же, даже ботаника, вот мне спрашивают, да, нам потребовалось мешать для курсов, потом, или, допустим, закончился, допустим, какой-то оттенок маркера, да, но есть заправка-блендер и есть заправка чуть темнее серого, к примеру, да, вуаля, и у нас получился промежуточный оттенок, как раз который у нас закончился, а покупать его нет возможности. К примеру, приблизительно можно вообще намешать один в один. Вот, так, все, поскольку держится кисть, под моему опыту, кисть-браш держится достаточно долго, почему, потому что я, во-первых, ей долго-долго очень могу не рисовать, я рисую все-таки до ладо в основном, а во-вторых, ну, если серьезно, то она держится долго, опять же, не пользоваться карандашом, таким, ну, с цепучими, грифельными, да, вариантами, я бы сказала, она вообще вечная, ну, по моему опыту, сколько там, два года у меня первая партия вот эта, которая с новой кисточкой, как бы она давно у меня на тестировании была, уже перед тем, как она поступила в продажу, перед тем, как это, все-таки проходило много тестов, вот, около двух лет, как бы, она у меня, я ей пользовалась, ну, то перо живо, и с ним ничего не происходит, не забивается ничем. Единственный нюанс, который боятся все перья, ну, это не скетч-маркер, это вообще, да, как спиртовой маркер, он боится вот этих всех грифельных, пыли вот эти грифельные, получается, это пастель, это все карандаши, в том числе и простой карандаш, поэтому желательно перед тем, как мы рисуем спиртовым маркером, снимать первый слой вот этот вот пыли грифельный с листа бумаги, вот, ну, и опять же, если мы пользуемся какими-то линерами, белой гелевой ручкой, смотреть, чтобы вот это вот, чернила, да, от вот этих вот, соответственно, ручек, они не попадали на браш, кисточку, она тоже сбивается вот этим, как бы ее там уже не почистить, ну, здесь уже от аккуратности, конечно, зависит. Да, все индивидуально, правильно. Как на долго хватает маркера, ориентировочно? Маркер есть, выкраска у скетч-маркера есть, можно спиртом промывать, да, Жень? Про то, как долго хватает маркера, про сравнительные выкраски, есть тест на сайте скетч-маркера, есть ориентировочный тест, насколько хватает маркера по сравнению с другими фирмами по объему чернил в маркере. Была покупка всех новых маркеров, и на одной и той же бумаге были сделаны выкраски на все-все, получается, на все, что можно было выдавить из этих маркеров. Соответственно, они полежали, пропитались, обратно еще выкрасили, пропитали, еще раз выкрасили, насколько максимально мог выдать маркер. Вот, такие вот сравнительные тесты по объему чернил и насколько хватает маркеров есть на сайте. Вот, это, наверное, самый объективный, на мой взгляд, тест, насколько хватает маркера, потому что если мы будем закрашивать просто фон еще на несколько слоев, это может быть один маркер, только туда уйти. Ребята, давайте будем честно, это зависит еще от бумаги, потому что если это бумага не впитывающая, которая, допустим, скетч-маркер, да, бумага, на себя, которая не дает, о, ходить далеко, какая пресса, вот реклама настоящая хорошая бумаги. Она даже капля насквозь, которая высохла вверх, вообще даже не прошибла насквозь, вот это я понимаю. Так, вот, вот такая бумажка, она вот себя меньше впитывает, вот, маркер-пэд, и меньше впитывает себя чернил, соответственно, она дольше хватает. Да, на ней специфично рисовать, она будет отличаться, если вы привыкли рисовать в скетч-буке, но это самая экономная бумага. Имеет ли значение на заправку, когда пользуешься одной стороной? Одной стороной маркера, когда пользуешься? Спасибо, Женя, да, я тоже считаю, что она классная. Так, имеет ли значение на заправку, когда пользуешься одной стороной? Нет, не имеет никакого значения. Спиртовые чернила очень активные, и они распределяются равномерно. Да, они могут чуть-чуть, как бы, если они сильно долго лежат без внимания, любой абсолютно производитель, если лежит без внимания, он может где-то чуть-чуть дать, так скажем, одна сторона будет чуть-чуть темнее, чем другая. Но это расписывается, это очень легко расписывается. Поэтому вот если вы пользуетесь все время одной и той же стороной, как бы, вот здесь вот вам может быть, ну, так скажем, повред, что ли. Но это ерунда, потому что на это не стоит обращать внимания. Маркер цвет не меняет, и он расписывается. Поэтому, когда маркером долго мы не пользуемся, или пользуемся одной стороной, да, она как бы в себя выше всасывает. Вот и вся причина. Поэтому, что, как расписать, да? Вжиг-вжиг расписалась. Вот и все, и все, она опять работает в точности так же. Поэтому вот у меня вот полгода маркер стоит. Поменял его вертикально, горизонтально, неважно. В точности так же рисует. Какое-то первое прикосновение, если сухое, ну, значит, может быть, просто плохо, просто плохо маркер был закрыт. Чаще всего проблема с высыханием и с качеством маркера, это именно плохое закрытие, и то, что неправильно хранится около очагов отопления, таких как солнечный свет, да, на окошке можно хранить. Ну, в смысле, кто-то хранит маркер, а кто-то неправильно у нас. Убирайте с окон. Если рядом батарея или какой-то прибор отопления, да, то это тоже неправильно, потому что... Сейчас скажу. Так, если есть прибор отопления, да, и чернила нагреваются внутри, это спирт, он активный, и поэтому, знаете, ну, это как бы... Во-первых, он испаряется, он может немножко как бы даже больше распределиться на кисть, потому что это просто, ну, это физика, да, это идет неправильное давление распределения, и может даже быть концентрат внутри колпачка, поэтому, когда вы открываете у вас такой брызг, и там какие-то пошли, да, это как раз может быть из-за неправильного хранения, что перегрели маркер. Ну, опять же, это вроде как не страшно, единственное, что, ну, чуть-чуть спирта потерялось, как бы по дороге, и жалко, вот, опять же, да, что не так его там много по миллилитрам, там буквально 2-2,5 миллилитра, и каждая капелька, конечно, это рабочая сила. Так, может, уже говорили, не слышала, сколько капель чернил нужно на одну заправку, если нет весов. Для того, чтобы, если нет весов, пользуемся тогда вот этой градацией. Вот, смотрите, здесь градация идет до 22, вообще, как бы здесь 20 миллилитров. 20 миллилитров рассчитана порядка на 13, 12, 14 заправок, ну, зависит от того, как плотно заправили, насколько он пустой, да, или только, ну, начинает, да, уже писать суховатый, и вы решили его подзаправить, чтобы была более равномерная заливка. Вот, смотрите, поэтому максимальная заправка маркера пустого, empty, который идет 2,5 миллилитров, и то я бы советовала чуть меньше, чтобы он, ну, лучше, меньше и не бежит, чем чуть-чуть перезаправить, и он там где-то капать будет, подбегать. Поэтому еще раз, да, что пустой маркер рекомендуется заправлять на полтора, максимум 2, если уж совсем сухой. Вот, вот так вот. И смотрится по градации. Получается, поставили, сейчас отвечу на следующий вопрос, поставили, покапали, да, посмотрели, сколько, если вы видите, что у вас уже 2 миллилитра, да, вот останавливайтесь, не стоит, даже если чуть-чуть больше единицы, я бы уже остановилась, и там порисовала, если мне чувствую, что опять лучше я еще подзаправлю. Ну, как бы заправка есть, бегать никуда не надо, смысл переливать тоже в этом, мало в этом смысла. Так, вопрос от Наташи. Привет, Наташа. Сколь в скетч-маркерах не встречались больные маркеры, как у копик. Ты про больные маркеры, которые идет кристаллизация от краски на пире, об этом? Пожалуйста. Я просто в своем инстаграм-аккаунте у меня был пост, боли, ну, даже не то, что пост, ну, там, стори было, что я нашла закристаллизованный кончик, да, получается, браж, я когда открыла, у меня была такая дикая кристаллизация какая-то непонятная вообще, таким прям, ну, реально, кристаллами, знаете, как вот инием покрылся, и такой, все перо такое некрасивое, знаете, такое больное, как в прыщичках такое. Вот, и я спрашивала в своем аккаунте, а что это такое вообще, ребята? Это был маркер, только это был не копик, а Винстон Ютон, насколько я помню. Хотя я могу ошибаться, или копик, или Винстон Ютон, точно не скетч-маркер, потому что, я бы запомнила, это рабочий момент, я бы обратила на это внимание, а так я просто спрашивала в своем аккаунте, что это такое, и как с этим бороться. Кристаллизации чернил у скетч-маркера я ни разу не встречала, за сколько с ними работают, и получается, ну, больше, о, я сейчас навру, ребята, сколько, ну, в общем, как они появились, вот, они были у меня первой партией, вот, скетч-маркера ни разу не встречала. Да, да, вот, да, вот все ответила. Вот, ни разу не встречала кристаллизацию, если вдруг кто-то что-то скажет, как бы, да, что она есть, как с этим бороться, и, по сути, ни один производитель, я тогда прошерудила все сайты производителей, потому что я искала ответ, что это, и как с этим бороться, и насколько это страшно для маркера, эта кристаллизация, да, ни один производитель мне тогда, я не нашла ответа, что это такое, они это, или делают, вид, что не знают, хотя инстаграм показал, что это достаточно, ну, не распространенное, но встречается такая проблема, вот, скетч-маркер ни разу не встречала, ни разу мне никто не присылал, ни фотографий, ни ссылки, ничего такого, поэтому нет, такого не было. Шесть маркеров, шесть маркеров, это обычно такое начало, ничего страшного, у меня было первых три маркера, это было очень давно, я не знала, что с ними делать, как ими рисовать, хотя они мне очень нравились, или я их очень любила, вот, а сейчас у меня вся палитра и даже не знаю, как без них по-другому, вот, это только серые и коричневые, вот такая вот у меня вязочка, вот, а вы как храните? Так, ну что ж, не хотят они знать, да, ну, в общем, да, другие производители обычно как бы с проблемой встречаются как, да, а что, ну, вот там вот, да, поэтому редко бывает, поэтому я вот как бы уважаю скетчмаркер за то, что хотят сделать максимум, улучшить, да, свою продукцию и прислушиваются. А, и еще, еще, забыла, забыла, лежа, и еще хотела вам сказать, что скетчмаркер выпускать, начинает линейку, разрабатывает линейку уникальных оттенков, помните, была у них опрос, что каких-то, каких оттенков вам не хватает скетчмаркеров. Вот, вот это как раз вот линейка скоро запустится производству, и у меня будут тестируемые маркеры, ну, я правда не знаю, когда, но обязательно уже будут, потому что уже есть шаги в эту сторону, я думаю, они должны появиться, но обязательно в этом году уж точно, вот, и будут, будут уникальные, уникальные оттенки, даже, я думаю, кто-то, кто оставлял заявки, потом найдут свои оттенки, смотрите, как круто, я тоже оставляла. Так, ну вот, так, давайте последние 5 минут, и я, пожалуй, уже и так все рассказала, уже на другие темы разговариваем, просто так болтаем, если какие-то вопросы появляются, вот скетчмаркер, а заправки кто-то пропустил, я могу так вкратце повторить, ну, или потом просто запись. Так, как вы получили маркеры? Я тестировщик, официальный от лица компании, и у меня вся палитра есть, изначально я работаю как тестировщик, не только как художник, это уже моя личная пространство как художника, а тестировщик, это именно тот человек, который смотрит на все, все ли цвета соответствуют, у него нет ли какой-то проблемы, все ли не поменялся ли оттенок маркера, новые маркеры, какие-то пожелания, какие-то рабочие моменты, ну, и, соответственно, конечно же, это фотографии продукции, это составление палитр, это, ну, намного чего, вот, поэтому отрабатываем, то, что имеем, отрабатываем. У меня тоже лежат, лежат, ну, у меня часть лежит, часть вот в коробочке, это не принципиально. Так, правда, что маркеры нужно хранить только в горизонтальном виде, чтобы чернила распределились равномерно? Не совсем, я бы сказала нет. Это горизонтально пока в тех коробочках, которые доставили. Так, сейчас, ой, тут вопросов оказывается много, сейчас будем отвечать по порядку. Так, сначала вот про горизонтальном виде, чтобы распределились равномерно. Нет, это не правда. Для спиртового, опять же, вот здесь вот, Внимание! Для спиртового маркера неважно, горизонтально вы храните или вертикально. Ну, как для вас, горизонтально и вертикально. Почему? Потому что чернила распределены по всей, они очень активные, и у них нет расслоения, что самое важное. Если вы будете хранить горизонтально, ничего не поменяется. Вертикально ничего не поменяется. Если чернила, то, что вы редко пользуетеся чернилами, и вдруг они с одного края начинают рисовать более светлым, более темным, то я вас уверяю. Если вы будете хранить горизонтально, в точности так же у вас и долото станет с одной стороны, вот как она лежала. Если год не будете рисовать, вот он просто лежит, у вас будет, вот когда возьмете чернил, ну маркер, у вас вот здесь будет более яркий оттенок, а здесь более светлый. Это, причем, это даже и копик, это и скетч-маркеры, какие любые оттенки другого маркера возьмете, если вы ими долго не рисуете, если они просто лежат, они будут вот здесь вот как бы, ну, разная градация, тональность иметь. Это не означает то, что чернила используются, это означает, что вы долго не рисовали. Для того, чтобы она распределилась, просто нужно его будет какую-то часть изрисовать. Начинают, чернила, они внутри не меняются, как бы, это как бы просто, ну, условно говоря, цвет. Сполз вот именно вот в той части, где вот он был, да, вот здесь, в этой пропитке. Поэтому изрисовали, они пошли опять, новые чернила подачи, и все то же самое. И в точности также будет, если вы будете горизонтально, вертикально хранить, да, та часть, которая снизу, она будет чуть-чуть ярче. Ой, так, у меня здесь может на заднем фоне быть звуки домашние, извините, если что. Так, ну и все, два последних вопроса. Так, горизонтально, но только в тех коробках, которые доставили. Это, ну, я уже ответила. Так, сколько хватает заправки? Было ранее. Было ранее. Заправка, которая у нас в тюбике. Извините, сейчас у меня тут мои домашние пришли. Я мама. Немножко мама. Так, три раза. Так, заправка, которая у меня здесь есть в тюбике. Сердце обрывается. Заправка, которая в тюбике 20 мл, ее хватает порядка от, сколько там получается, 13, 12, 13, 14, зависит от, сколько у вас пустые маркер и насколько вы заправляете. Рекомендуемое не превышать 2 мл для заправки, если у вас маркер не пустой. Эмпти маркер рассчитан на 2,5 мл, но обычно рекомендую заправлять меньше. Так, где их купить? В магазинах, сейчас везде все будет. Так, у меня вопрос не по теме. Забрала вчера с пункта выдачи маркера, а чек не дали. Так, это, пожалуй, все-таки не ко мне в эфире, ребята. Такие вопросы лучше скетч-маркер. Так, у меня было, он прям жирным стал, когда я его долго не пользовала. Да, да, надо расписывать. Опять же, если забилось перо какой-то пылью, грифелем, белой гелевой ручкой, там еще что-то, да, какое-то там у него произошло, не обязательно, что перо нельзя реанимировать. Реанимировать можно, заспиртовав, вытаскиваем перо и ложим его отмыкать. Ну, опять же, маркер обязательно закрыт после этого, да. Ложим его, только очень, пожалуйста, аккуратно, я отрассказываю, да, что перо, особенно которое браш, оно составное, и его легко сломать. Поэтому его не перегибаем, аккуратно вытаскиваем, не пережимаем его салфеточкой и вытаскиваем. Вот, и его можно попробовать положить в спирт, густо спиртосодержащий продукт. Нет, тут поправляли недавно, что, оказывается, спирт, это прям проблема достать в чистом виде, что это запрещено в продаже. Упс, у меня есть простой обычный медицинский спирт, и я там их вымачиваю и потом высушиваю, ну, как, да, чтобы он, и опять, обратно просто вставляю, чтобы он как, вот, как эмпти, да, полностью был новенький и пропитался хорошо. Ну, это обычно помогает, если какая-то вот пыль именно забилась в барашеке. Я ломала, да, я тоже ломала, и неоднократно, и они не возлежат по восстановлению, как бы, да, это придется именно заказывать перо, ну, или смена маркера. Так, пришли сегодня маркеры, поздравляю. А что, заправка, зачем она? Это маркер, зачем заправка? Когда мы покупаем, выскладываем деньги в маркер, основная его функция, чтобы он у нас рисовал, правильно? Насколько долговечен у нас сам маркер, он практически вечно, да, как бы, пластиковый, насколько долговечен перо, его хватает не на один раз использования. Поэтому, чтобы увеличить срок службы этого материала, не сбречь нашу планету, да, и чтобы не тратить наши деньги с нашего кармана, есть такое понятие, как заправка. Да, чернила. Вот эти заправки, как раз для того, чтобы удешевить стоимость суммарную маркера и заправки. Функция расчета от скетч-маркера я много раз предоставляла, да, что маркер буквально во сколько раз, я даже не знаю, в пять раз дешевле становится, если пользоваться, да, распределить, сколько мы можем раз заправить и сколько раз одним и тем же маркером пользоваться. Просто нужно пользоваться аккуратно, не ломать перья и т.д. и т.п. Так, ой, тут что-то. Так, у Копика, Жень, есть перо там, у кого-то у Наташи там есть, ага, так, отлично. Так, все, очень интересно, не было бы с вами приятно поболтать, я любитель этого дела. Ну все, так, эта красота пришла, будем все сейчас заправлять, все, что у меня подсохло и, даже не подсохло, а подиспользовалось, вот так правильно сказать. Потому что, ну, честно, у меня нет ни одного сухого просто маркера, который бы сам по себе высох без моего ведома, который ребенок открыл и бросил, он просто был найден открытым, это да, но это, я считаю, исключение из правил. Так, ну все. Нет, маркеры не у меня конкретно, я как приглашенный художник просто рассказываю о технической части. А маркеры заказываются в магазинах, скетч-маркер, где просто скетч-маркер-производитель, а магазины, получается, кто продает? Вот в магазинах, где есть скетч-маркер. Так, ну это, ребята, уже без меня, я как художник, мне вот эти все продажные системы неинтересны. Тут вам вот, которые, я сейчас уйду, а они останутся, они вам все ответят. Хорошо? Так, ну все, я вам все рассказала, как художник показала. Скетч-маркер абсолютно универсальный по стилистике, можно рисовать абсолютно любые темы, как нейтралистичные, так абсолютно не привязываясь к теме. Это может быть и фут, и фан, и фут-фут иллюстрация, и архитектура, и портрет, да все что угодно. Поэтому рисуйте, наслаждайтесь, заправляйте свои маркеры. Я думаю, что все, кто долго ждали, наконец-то их дождались, и сейчас они вот-вот везде, во всех магазинах появятся, и перебоев не будет, и будет нам всем счастье. Все, всем привет. Если что, я в аккаунте у себя еще какие-то вопросы могу принять, но это уже ко мне. Вера Шерстобитова, Вера, аккаунт. Попиарю здесь немножко с вами. Так, ну все, я всем была рада. Все, всем пока. Эфир сохраняю. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok